Давненько не было Dead Cells на канале, не так ли? Вообще как-то интересно всё так сложилось, не так давно я и сам хотел заскочить поиграть, а тут и внезапная коллаборация нарисовалась, и разработчики ещё кое-что интересное показали, и даже сам величайший, обойдя свои предрассудки, решил поиграть в эту игру. И ему даже очень понравилось. Как говорится, сам бог велел снять чё-то по клеткам. Но в этом видео мне хотелось бы затронуть и чуть более глобальную тему, а именно идею с коллаборациями между играми. Поскольку это не единственная коллаборация, в этом году их было достаточно много, и все они тусили в какой-то вот своей маленькой компашке. Там Dead Cells, Blasphemous, Skull, Bloodstained и так далее. В принципе это довольно прикольный способ привлечь аудиторию с какой-то смежной игры, но здесь я считаю, нужно быть предельно осторожным. Хоть большинству и достаточно просто увидеть знакомый скин, чтобы пойти кричать вау, я считаю, что одного факта упоминания персонажей недостаточно. В хорошей коллаборации также стоит грамотно интегрировать этих персонажей, игровые механики и всё в этом духе. То есть не просто, чтобы это была оружка с таким-то скином, или там персонаж такой, ха-ха, привет, я из другого мира. Здесь, если говорить с нарративной точки зрения, важно показать, как персонаж будет реагировать на появление в другом мире, да? То, что он живёт по другим законам, то, что здесь есть какие-то неизвестные ему вещи, неизвестные ему персонажи, что что-то происходит и так далее. Вот как Мириам из Bloodstained попала в мир Blasphemous, да? Она хоть и хреновенько так вписалась, но хотя бы они попытались, да? То есть она не говорит там что-то типа «привет, кающийся». Она обращается к нему как к незнакомцу, поскольку она не знает, по каким принципам живёт этот мир, кто этот персонаж вообще. Она вот оперирует лишь тем, что знает сама. Вообще, я не могу припомнить какой-то вот прям нормальной коллаборации, где раскрывались бы и какие-то лорные детали, которых, например, не было бы в оригинальных играх, и чтобы вот прям у персонажей было какое-то полноценное взаимодействие, а не просто вступительный диалог. Так что, если вы помните что-то подобное, милости прошу в комментарии, может, я чё-то очевидное и забыл. С механической точки зрения, в принципе, то же самое. Не достаточно просто взять и скопировать какую-то механику из одной игры в другую. Важно ещё и понять, впишется ли эта механика вообще. Можно ли её как-то скомбинировать с имеющимися механиками самой игры. Чтобы это было не каким-то вот разовым весельем, а чтобы, если откинуть факт ломания четвёртой стенки вот этой коллаборации, внедрённые механики ощущались как что-то, что, в принципе, может в этой игре существовать, и, в принципе, вот ощущается как-то нативно. В этом плане очень круто ощущается коллаборация Курсы и Dead Cells. Боёвка Курсы, она прям идеально располагает к Гитгуду, она подразумевает, что ты хочешь проходить всё хитлесс, чётенько оттачивать все свои действия, там, перекаты и так далее. И в игру добавили проклятые сундуки из Dead Cells. Там они представлены в виде отдельной комнаты с испытанием, где ты должен убить всех врагов, не получая урона. И, честно говоря, проклятые сундуки в Курсе смотрятся даже лучше, чем проклятые сундуки в клетках. Поскольку Курса, она такая, более спокойная, она больше про академичный геймплей, а клетки, они, наоборот, куда-то в более аркадное русло ушли. И отъехать проклятым в клетках, ну, вообще как нехуй. А в Курсу вот прям чётенько, я бы сказал, идеально вписалось. Кстати, проклятый меч туда тоже завезли, и это тоже очень круто. А вот к тому, как интегрировали механики из других игр в клетки, у меня есть, честно говоря, много и много вопросов. Но прежде чем мы начнём их разбирать, небольшая рекламная пауза. Если вы давно хотели заняться разработкой игр, но не знали, с чего начать, или вы из тех людей, которым обязательно нужен какой-нибудь ментор, специально для вас ребята из Skill Factory подготовили курс по разработке игр на Unity. Unity — это самый популярный игровой движок в мире, и именно на нём создавались такие проекты, как Hollow Knight, Fall Guys, Inscription, на которые, кстати, недавно был обзор, и так далее. В рамках данного курса вас не только обучат всем нюансам работы с движком, но и ознакомят со всеми этапами разработки. Вас научат составлять диздоки, программировать, проектировать левоудизайн, монетизировать, в общем, всё от начала до конца. В курсе будет не только теория, но и практика, за время которой вы создадите несколько законченных игр и сформируете полноценное портфолио, которое поможет с дальнейшим трудоустройством. А зарплаты-то сейчас какие вкусные, ля какие! Сейчас на сайте действует скидка 40%, а по промокоду KELIN при покупке вы получите крутой подарок — подписку на один из игровых стриминговых сервисов на один год, PS Plus или Xbox Game Pass на выбор. Переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь. Итак, давайте уже про апдейт коллаборации в клетках. В стартовом хабе у нас появляется вот такая занятная книжка. В этой книге в такой незауалированной, я бы сказал, форме перечислены все игры, с которыми была коллаборация. На каждую игру добавили по одному предмету и по одному скину. Предмет достается в специальной комнате на первом этаже, а скин открывается при выполнении условия, которое представлено в книге. Я бы сказал, что это такой достаточно халтурненький ход, поскольку, ну, типа, все это в одной локе, все это напрямую так вывалили, типа, бери, получай, открывай, выполняй ачивку, до свидания. Типа, хотелось бы, чтобы это хотя бы было как-то раскидано по разным локациям, чтобы это была не просто единая книжка с какими-то примитивными описаниями, а какие-то вот действительно квесты, что ли, не знаю. В общем, здесь апдейту уже минус балл. Ну, а теперь давайте конкретно по каждой коллабе. Начнем, пожалуй, с курсы, раз уж я до этого заговорил про курсу. В курсе у персонажа есть несколько слотов под оружие. Основное, вторичное и двуручное. И одной из крутых фишек курсы было то, что ты мог не только пользоваться каждым оружием по отдельности, но ты мог их и комбинировать во вторичное комбо. То есть, если взять дефолтное оружие, ты можешь делать обычное комбо мечом, просто стрелять из пистолета, и при этом ты можешь делать один-два удара мечом и затем красиво стрельнуть пистолетом, выдав гарантированный крит и пробив чужой блок. Это вот прикольное взаимодействие, вокруг которого можно даже выстраивать определенные билды. И каково же было мое разочарование, когда я узнал, что в игре, где есть похожая система слотов под оружие, где есть оружие, занимающие два разных слота и имеющие две разные атаки, где все говорит, сделайте то же самое, меч и пистолет занимает один, сука, слот и имеет одно комбо. Вот какого черта, спрашивается? Собственно, да, в Децелс это никак вообще не обыграли, а просто добавили однослотное оружие меч и пистолет, которое просто бьет комбинации из трех ударов. С одной стороны, оружие, в принципе, работает и работает неплохо, но, блядь, ну это же коллаборация, типа, камон, ну сделайте вот эту комбинацию, ну чё, вот впадлу было что ли, серьёзно? У вас же есть все возможности для этого. В игре есть двухслотовое оружие, в игре есть оружие, которое комбинируется, в игре даже есть меч, который летает сам по себе, является скиллом, и при повторном нажатии на этот скилл он берётся в руку и им можно побить. То есть даже такое есть. Почему бы не сделать то же самое с курсой, чтобы вот ты можешь бить комбинацию одним оружием, можешь отдельно стрелять из пистолета и можешь скомбинировать меч с пистолетом. Причём в игре есть даже мутация, которая добавляет скорость атаки, если ты по очереди бьёшь каждым оружием. То есть это мог быть даже билд какой-то. Прям вот, вот, прям печёт, чуваки, вот прям печёт. Это вот настолько на поверхности лежало, что я не знаю, как это можно было не сделать. Скинчик главного героя курсы открывается за прохождение игры без урона от ловушек. Что в принципе окей, как отсылка, поскольку в курсе ты частенько получаешь пиздюли от ловушек. Но не могу сказать, что это прям чё-то супер креативное. Энивей, едем дальше. Бласфимус. От кающегося нам досталась весьма забавная штука, а именно его фласка. Если вы играли в Бласфимус, то вы наверняка помните, что кающийся не пьёт фласки, а разбивает их об голову. И в клетках он делает то же самое. Фласка кающегося это скилл, который является мини-версией вампиризма. Мы разбиваем фласку об голову, наносим небольшой дамаг по себе и получаем ралли-эффект на 25% недостающего хп. Кто-то может подумать, нахрена это нужно, но на самом деле это довольно крутая штука. В отличие от вампиризма, который всё вообще хп конвертирует в ралли-эффект и может тебя убить, фласка кающегося снимает всего 1% здоровья. Во-вторых, несмотря на то, что фласка считается ударом и сбивает, например, криты совершенства, она не сбивает стрик убийств, что он наконец-то закрывает дыру в игре через получение урона. Теперь билд на мече воздаяния, о котором я говорил в каком-то из своих древних видосов, наконец-то сформировался целиком. Берём меч воздаяния, который критует от получения урона, берём расплату, которая даёт резист и увеличивает урон от получения урона, берём эту фласку, которая снимает всего 1% хп и при этом даёт возможность отрегениться на следующий удар и таким вот образом играем. Реально, мне очень зашла эта штука. Это такое, вроде бы спорное на первый взгляд и очень нишевое утилити, но в то же время такие вещи углубляют возможности в билдостроении. То есть у тебя не просто там, о, доп урон по отравленным, доп урон в спину и так далее, а вот именно какие-то специфичные действия и комбинации, которые ты совершаешь и получаешь за это вознаграждение. Скин кающегося открывается за внезапно самоубийство флаской. Что, с одной стороны, забавная штука, типа, как можно себя убить флаской, но, с другой стороны, действительно, ты стоишь просто и минут 10 вот это по 1% себе снимаешь. Вообще, её легко можно сделать через вампиризм, типа, взял фласку и вампиризм, вампиризмом всё перегнал себе в ралли эффект и потом, соответственно, проюзал фласку, но я чё-то не додумался и вот сидел как дебил 10 минут. Ну, что поделать, плата за тупость получается. Едем дальше. Полый рыцарь. Вот такая вот скамеечка, мы к ней подходим, вспоминаем какие-то приятные ассоциации с полым рыцарем и получаем чистый гвоздь. Чистый гвоздь – это милишное брутальное оружие, которое может бить в три стороны. То есть им можно бить вперёд, вверх и вниз. Прямо как в Хлоунайте. Также это одно из немногих, если вообще не единственное оружие, которое может атаковать на ходу. А ещё отбивание вниз или удары вверх дают критический урон. И несмотря на то, что здесь разработчики, скорее всего, запотели над тем, чтобы сделать движение во время атаки, сделать отпрыгивание во время атаки вниз, реализовать технически, в принципе, направление атаки, да, мне кажется, идея полная херня. Ну вот, возьмём возможность атаковать на ходу. Персонаж в клетках и так слишком мобильный. И когда ты хочешь проходить в локации быстро, остановка во время атаки, она наоборот является полезной фичей. Она временно лощит персонажа на месте и его никуда не уносит. С чистым гвоздём же, мало того, что приходится бегать взад-вперёд, чтобы попасть по врагу не самым размашистым хитбоксом, персонаж ещё и стал каким-то жидким, что ли. Его периодически как-то вводят в разные стороны во время атак, и это ощущается супер хреново. С такой вот текучестью и скоростью игры треть ударов просто никуда уходит. И это такое себе решение. Что касается удара вниз, в полом пога-джамп было не так просто делать. По видосу выглядит, как будто его делать очень легко, но на деле всё время происходят вот эти ситуации, типа, ой, блядь, чё-то там рано нажал, ой, блядь, чё-то поздно нажал, ой, блядь, чё-то не нажала стрелка вниз, ударил вперёд, ой, недостаточно сдвинулся влево или вправо, ой, там противник ушёл, я промахнулся и так далее. Так вот, в Dead Cells это делать гораздо сложнее. Во-первых, повторюсь, скорость игры намного больше, чем в полом. А во-вторых, местные особенности управления и физики, они постоянно ебут тебя, если ты пытаешься это провернуть. При малейшем движении вбок персонаж дёргается как ебанутый. Персонажа постоянно отталкивает от врагов, если он находится слишком близко к их моделькам. Персонаж постоянно автоматически цепляется за стены, которые идут в упор. У персонажа очень низкий прыжок, чтобы такой манёвр можно было нормально чинить. А ещё по какой-то причине Пога не восстанавливает даблджамп. А ещё, я не знаю, может это какая-то скрытая дополнительная отсылка к Blasphemous, но тем не менее. В клетках у персонажа есть встроенная способность топать вниз. Активируется она через стрелку вниз плюс прыжок. Удар вниз, соответственно, стрелка вниз плюс удар. Пытаясь сохранить высоту, ты иногда будешь пытаться нажимать даблджамп. Но поскольку Пога требует стрелки вниз, ты иногда будешь именно топать. Что вкупе со всеми вышеозвученными проблемами просто нахуй убивает это оружие. Им просто нереально нормально играть. И я не зря упомянул Blasphemous, поскольку я уже разбирал где-то полгода назад особенности платформинга в той игре, и там была ровно та же проблема. Усиленная атака вниз почти на ту же кнопку была забинджена, что и обычная, а эти действия как бы диаметрально противоположные. Ну и, собственно, юзать Pogo Jump в Dead Cells практически нереально. Что касается верхней атаки, верхняя атака выглядит как какой-то чит. Можно, находясь на одной платформе, совершенно соевого убивать врагов на другой. Что разработчики в былые времена считали плохой практикой, и, например, давным-давно выпилили возможность стаскать турели оторванной башкой. А тут на тебе, дружище, убивай врагов соевого. В то же время и этой механикой пользоваться тоже неудобно, поскольку локации кишат различными цепями, по которым персонаж сразу начинает взбираться, как только ты нажимаешь стрелку вверх. Вот честно, техники гвоздя как механика зашли бы здесь в сто раз лучше. Просто добавляете чарж-атаку, чарж-атаку с переката и чарж-атаку вокруг себя. Идеально сработало бы в Dead Cells, но почему-то решили взять то, что сработало бы хуже всего. А еще скин на полуо выглядит вот так. Я не знаю, в каком месте это полует, но вот, кушайте, не подавитесь. Открывается он, если сделать 5 пого-джампов подряд, не касаясь земли. Данную ачивку проще всего сделать на привратнике. Просто заходите и сколько раз хотите прыгайте. Следующая игра — Skulls the Hero Slayer. Здесь нам добавили скин главного героя и, собственно, его здоровую кость. Кость — это брутальное милишное оружие, которое состоит из двух ударов. Второй удар, если попадает по противнику, прокает вот такую крутилку. В принципе, это один из тех видов оружий, которое вот, ну, просто работает, и это все, что можно об этом сказать. Хорошо сочетается с кулдаун редакшеном за криты, поскольку критует крутилкой. Можно играть через расплату, увеличенную скорость, комбо, что-нибудь еще, но каких-то вот прям неочевидных фишек у этого оружия нет. Оно просто работает, и вот, в общем-то, все. Скинчик у него выглядит вот так, и открывается он за разбитие вот этой штуки на кладбище. Едем дальше. Гуакамелька. Из гуакамельки нам достался вот такой скилл. На короткое время мы превращаемся в курицу, безостановочно бежим вперед и дропаем кучу бомб. Здесь было два варианта. Либо оно не дает айфреймы, и это бесполезное говно, либо дает, и это сломанная хуйня. В итоге, угадайте, что? Сломанная хуйня. Пока игрок в состоянии курицы, его не могут ударить. А кулдаун у этой штуки такой маленький, что в состоянии курицы можно пребывать практически постоянно. Не знаю, не люблю такие предметы, это вот как шприц коллекционера. Типа, окей, весело один раз попробовать побыть имбой, ну а дальше чё? Дальше этим пользоваться становится скучно. А может еще и произойти такое, что ты переиграешь с имбой, и в обычную игру тоже станет неинтересно играть. Короче, такое, хз. Для открытия скина нужно убить зомби любым ботинком или перчатками. Насколько я понял, в тренажерке тоже работает, так что анлок несложный. Ну и последняя игра из коллабораций, это Hyper Light Drifter. Здесь, как вы уже, наверное, догадались, нам представили легендарный пистолет и цветовой меч. Это оружие, в отличие от курсы, да-да, я все еще зол на разрабов за курсу, занимает два слота. Пистолет, в отличие от обычного оружия с патронами, не восполняет их самостоятельно. Вместо этого патроны восстанавливаются, как в Hyper Light Drifter, от милишных ударов. Также пистолет навешивает на врагов метку, ну а меч критует по врагам с этой меткой. В описании оружия также написано, что крит зависит от количества навешанных меток. Но вроде как крит больше не становится. Судя по всему, это косяк описания. Оружие дрифтера, пожалуй, самое приятное из тех, что добавили в игру. У него очень приятная анимация. Сам процесс достаточно приятный, типа стрельнул, навесил метку, перекатился, кританул, восстановил патрон и пошел дальше. Оружие получилось достаточно функциональным. Ты можешь расстреливать птичек с пистолета. Криты позволяют тебе сбивать кулдауны за счет мутации инстинкта оружейного мастерства. У крита на мече при этом неплохой урон. Ну и все это дело хорошо комбинируется со вспышкой и мутацией на доп. урон после использования скилла, например. Типа стрельнул, навесилась метка, блинкуешься, получаешь дополнительный урон, критуешь по метке, ваншотишь противника, восстанавливаешь кулдаун вспышки и патрон. И повторяешь так снова и снова. Вообще мне очень нравится, насколько много здесь взаимодействий вот так приплетено, но в то же время метка не считается застрявшим снарядом, из-за чего все тактические мутации на патроны вроде того же потрошителя просто не работают. Почему? Хрен его знает. Ну вот как-то так. Но в целом оружие тоже приятное, да и скинчик весьма неплохо сделали. Открывается он, кстати, если надеть старый скин дрифтера и получить это оружие. Ну и в целом это все, что касается данного апдейта. Могу сказать, что апдейт в целом неплохой, определенно что-то новое и уникальное по сравнению с обычными апдейтами, но не могу не отметить, что разработчики, ну давайте честно, весьма схалтурили. Ленивый и примитивный способ открытия новых шмоток. Интеграцию курсы запороли, интеграцию полого будто вообще не тестили. Ну и вот все, что я в общем-то перечислял эти 20 минут. Но, как говорится, на безрыбье и скин на полого рыба. Спасибо за просмотр, и если видео вам понравилось, буду рад вашей подписке на канал. Это очень важно для моего развития. Также вы можете поддержать канал спонсорской подпиской. Спонсоры второго тира получают ранний доступ к новым роликам, а также доступ в тот самый клуб. Тот самый клуб – это закрытое мини-сообщество, где мы обсуждаем различные игры и геймдизайн в целом. Так что, если вы хотели пообщаться со мной лично, или возможно даже попасть в следующее видео, милости прошу в тот самый клуб. На этом все, и до скорых встреч!